Три раза в неделю в центральной мечети города Шимкен, что на юге Казахстана проходят уроки ислама для женщин и девочек. Мусульманок разных возрастов здесь учат читать и понимать Коран, и знать каноны религии. Все до единой ученицы приходят на занятия в платках, даже если за пределами мечети они не покрывают голову. Женский платок не только религиозный атрибут, говорит преподавательница курсов Балжан Дужанова. О том, что казашки испокон веков покрывали головы, свидетельствуют сохранившиеся исторические документы, картины и одежда. Мы вместе с ученицами ходили в краеведческие музеи, где узнали, как одевались наши предки. Одежда женщин была многослойной, она покрывала не только тело, но и голову. Рукава были длинными, а сверху надевали красивый камзол. Сейчас бабушки иногда надевают казахский национальный кемещек, но его дизайн в наше время претерпел изменения. На юге Казахстана, где к соблюдению национальных традиций относятся строже, чем в других регионах, платок является обязательным атрибутом внешнего вида замужней женщины, а особенно новоиспеченной невестки. Перед родителями мужа казахская келин не должна ходить с непокрытой головой. Эту казахскую традицию особенно чтут в сельских местностях. Наши бабушки и мамы всегда говорили нам, носите платок, не показывайте волосы, ходите скромно. Платок на голове женщины символизировал прилежность. Раньше девушкам на косы привязывали звонкие украшения. По их звону определяли, какой характер у их обладательницы. Брали в жены ту девушку, у кого украшения звенели тише всех. Это означало, что у нее кроткий нрав. Если раньше женский платок ассоциировался исключительно с казахскими национальными традициями, то теперь границы его значения расширились. С ростом числа религиозных казахстанцев в обиход женщин вошла мусульманская одежда. В Шемкенте нередко встретишь женщин в хиджабе или в длинном платке, покрывающем не только голову, но и грудь. В Коране говорится, что женщины не должны выставлять на показ свои красоты, а должны скрывать свой аурат, что означает срамные места. В Коране речь идет о женских волосах, шеи и груди. Во многих вероучениях непременно фигурирует женский платок, который символизирует чистоту и целомудрие. К примеру, Библия, как и Коран, призывает женщин носить на голове платок. У православных христиан этот головной убор также является символом женственности и чистоты. В русском языке есть даже слово, а простоволосица, что равносильно значению опозориться. Раньше считалось неприличным замужней женщине ходить с непокрытой головой. Вот только в отличие от мусульманок православные христианки надевают платок в основном во время молитвы. У нас в православной вере девицы платков не носили. А уже когда они становились женщинами, тогда и повязывали платок, и они уже, жены должны были носить, потому что это было еще и в Ветхом Завете, и в Новом Завете, что женщина должна быть с покрытой головой. Поэтому это закон, который идет от самого Господа. В Казахстане вопрос, нужно ли женщинам носить платок, частенько вызывает споры. Казалось бы, безобидный отрезок ткани. Но он стал причиной большого конфликта в маленьком селе Фердауси в Туркестанской области два года назад. Там школьницам запретили посещать уроки в платках. Местные жители, верующие мусульмане, восприняли новое правило в штыки. Но в итоге все решилось мирно. Родители школьниц пошли на компромисс и разрешили дочерям ходить в школу с непокрытой головой. Министерство образования страны поставило точку в этом вопросе, напомнив, что Казахстан светское государство. В школах, университетах и государственных учреждениях запрещено носить религиозную атрибутику. С этим согласились все существующие в стране конфессии и религиозные объединения. Бог смотрит не на одежду, а на сердце человека смотрит. Если у сердца человека правильно, он правильно одевается, правильно себя ведет. Поэтому мы должны... Казахстан наш общий дом, Шымкен наш общий дом. Здесь надо друг друга уважать. Конечно, в образовательных, государственных заведениях должна быть, я думаю, своя форма одежда. А дома или улицы – это твое право, какую одежду ты носишь. Самое главное, чтобы было в рамках приличия. В 2016 году в крупных городах Казахстана, в том числе и в Шымкенте, провели акцию «Ак-Орамал», что в переводе означает «белый платок». Десятки женщин ездили в родильные дома из ЗАГСы и дарили девушкам белые платки в знак мира и счастья. В истории казахского народа этот головной убор имел глубокое философское значение. Существовал древний обычай примирения, когда женщина обнажала голову и бросала платок между конфликтующими сторонами. Из уважения к матерям и головному убору пожилых женщин мужчины прекращали споры.